У нас сегодня заключительная лекция по эстетике ужасного, и мы рассмотрим последнюю фигуру, которая у нас осталась. Это фигура зомби, соответственно, это очень многосоставная фигура, и можно ее разделить на три группных блока. Это философские зомби или пи-зомби, это гаитянские или карибские зомби, и, собственно, классический кинематографический зомби, который появится уже только во второй половине процентра эка. Пойдем по порядку. Что есть зомби философские? Это некое такое гипотетическое существо, это логический аргумент, который используется в философии сознания для испровержения концепции, основанной на бихевиористских взглядах. То есть в бихевиористском подходе сознание невозможно вне поведения, оно встраивается в систему поведенческую и не может считаться некой автономной единицей. Наиболее отточенную концепцию философского зомби можно встретить вот в этой книге. Вообще книгу самому себе рекомендую по чтению, а не то, чтобы я прямо от нее сильно понател, но это очень значительный труд, и он есть на русском языке. Это Дэвид Чалмерс, сознающий пункт, в котором Чалмерс отрабатывает концепцию как раз философского зомби для неиспровержения физикализма. То есть Чалмерс стоит принципиально на дуалистической позиции. Отдельно есть материальная реальность, отдельно психическая. И они между собой, так скажем, не всегда дружны и согласны. Какова точка зрения Чалмерса? Представьте себе такой мир, который внешне будет выглядеть абсолютно так же, как наш. Люди будут ходить, смеяться, грустеть, могут проявлять признаки чувства боли, отчаяния. Но на самом деле ничего этого чувствовать и не будет. Они будут лишь внешне показывать признаки. Допустим, если его там уколоть, он отдернется, ой скажет. Но на самом деле никакой боли он не почувствует, потому что он бесчувствовал абсолютно. И если это такой мир с точки зрения логики возможен, значит с точки зрения Чалмерса возможна и концепция его дуалистическая. То есть, если из нашего мира мы можем спокойно исключить психическую реальность и поведение людей останется внешним таким же, это значит, что не все определяется ситуативно, не все определяется поведенчески. А психический наш аппарат, который измеряется в такой категории, как квалия, философии сознания, то качество, как мы ощущаем вещи, ситуации и так далее, он достаточно автономный. Таким образом, философский зомби – это такое существо, которое внешне ведет себя так же, как человек, но ничего не чувствует. Сугубо логический концепт, но, в общем-то, использующийся философии сознания достаточно часто аргумент зомби. У этого аргумента есть свои противники, и благодаря как раз противникам, пожалуй, аргумент зомби стал наиболее известен. Стал он известен прежде всего из-за фигуры Дэннила Дэннета, выдающегося специалиста в области философии сознания, который как раз по косточкам разбирает концерт пи-зомби и показывает его несостоятельность. Дэннет указывает следующее. Если зомби лишь имитируют эмоции, они должны это делать сознательно. А значит, это уже не та же самая ситуация, как в случае, если бы им казалось, что они, допустим, испытывают боль. Это значит, чтобы уравнять эти два мира и сделать их логически возможными, мы должны принять во внимание следующее. Эти пи-зомби должны чувствовать, как будто бы они чувствуют боль. Им должно казаться, что им больно, что они любят, страдают, боятся, но всего этого они не чувствуют. И вот тут самый коронный ход. А как отличить этот мир от нашего? Почему мы уверены, что мы чувствуем боль, радость, а нам не просто кажется, что мы это чувствуем? Доказать это невозможно никак. То есть для того, чтобы сравнить этот мир и наш, нужна третья точка, которая могла, некая третья инстанция, побывать в школе одного, другого и сказать, вот там нет у неё никаких эмоций, а вот тут-то они на самом деле есть. И это как раз показывает, что, в общем-то, исходя из аргумента зомби, можно с таким же успехом сказать, что наш мир – это и есть мир зомби. Нам просто кажется, что мы что-то чувствуем, но на самом деле не чувствуем ничего. У Дэниела Дэна тоже есть несколько книг, переведённых на русский язык, поэтому с ними тоже можно ознакомиться. Плюс есть книга «Бостонские зомби» – это о Дэниеле Дэнити и его теории сознания. Таким образом, мы с вами встречаемся с ситуацией, по сути, разных позиций философских. Двоемирной Чаунирса и одномирной Дэнита, в котором наша психическая жизнь, наш психический мир вытекает лишь из нашей окружающей нас материальной действительности и тех ситуаций, в которых мы участвуем. Не может быть никакой рефлексии вне тех условий, вне того контекста, в который мы попали. Такова позиция Дэнита. Это, в общем-то, достаточно аргументированно всё сделано. Я бы даже сказал, что с точки зрения строгой науки, пожалуй, концепция Дэнита, конечно, более стройная. Но есть одно «но». Не то чтобы аргумент, который бы опровергал Дэнитовские взгляды, но, по крайней мере, который может их несколько расширить. Один из основателей архетипической психологии, Адольф Дюгенбург-Рейк, в своей работе «Эрос на костылях» рассматривает интереснейший феномен, который наблюдаем в реальной практике. Это уже не логические процедуры, которые предпринимают философы сознания, строя некие мысленные эксперименты, которые мы не найдём в окружающей нашей жизни. А Дюгенбург-Рейк работал с реальной практикой, с настоящими людьми, которые испытывали те или иные психологические проблемы. И он приходит к выводу, что люди очень разные. Есть такие люди, которых он именует психопатами. А те люди, которые, правда, не чувствуют ничего. Они не способны испытывать эмоции и чувствуют. Но они их здорово имитируют. То есть психопат знает, что он не чувствует. И он имитирует чувства. Потому что просто иначе его общество отвергнет. Он быстро начинает понимать, что люди знают и чувствуют что-то такое, чего им не дано. И начинает это имитировать внешне. И так как он это имитирует внешне, сознательно, именно в расчёте на внешнюю реакцию со стороны, то у него это получается лучше, чем у нас не произвольно. И такие люди, как правило, достигают в жизни больше признания со стороны общества, чем обычный человек. Потому что одно дело, когда мы выражаем сочувствие, мы правда можем сочувствовать человеку, но внешне это может не видно. А он показывает, что он выражает сочувствие. Он не знает, что такое сочувствие, но для него недоступно. Но он это демонстрирует всем своим видом, и, естественно, это воспринимается более внятно. Любопытнейший момент, начало этой книги, где Юген Грэй пишет следующее. Я много уже книг выпустил, и на каждую из них мне приходили письма от читателей. А все они начинались примерно с одной и той же фразы. Спасибо вам огромное, ваша книга поменяла мою жизнь, я стал там стремиться к новым идеалам и так далее. На эту книгу приходили другие письма. Спасибо вам огромное. Я наконец-то понял, в чем проблемы с моими близкими. Ни один человек не нашел зомби в себе. Зомби – это всегда другой. Вот, с одной стороны, расширение относительно взгляда в Деннета. То есть для Деннета все определяется исключительно, исходя из бихеррористической позиции. И получается, люди условно одинаковые. Меняется контекст существования. Здесь, конечно, это не так. Гиггенбург Рэй говорит, по сути, о двух совершенно разных типах людей. Но, в общем-то, это не противоречит Деннете, так как это может быть связано с физиологией. Но, с другой стороны, так же, как и Чалмерс, не мог помыслить, что наш мир – это и может быть мир, вот, зомби, придуман, хрен. Ну, а что как раз те, которые чувствуют, они не представлены вовсе. То же самое встречаем в введении книги «Рос на костылях». Каждый, кто прочел эту книгу, решил, что его близкий – это психопат, а не он сам. Никто не смог перенести отсутствие проживания эмоций на самого себя. Ну, понятно, что писали, значит, он, конечно, гарантированно не психопат. Не факт, что они нашли психопата. Ты его еще поискать не можешь. Да, но психопат знает, что он не испытывает. Не так давно вышел на экраны фильм, фильм, конечно, не об этом совсем, да, это дом, который построил Джек Ларса Контриера. Вот там как раз мы встречаем в качестве главного персонажа, психопата, который перед зеркалом тренируется изображать те или иные эмоции. Потому что иначе они ему не даны в опыте гвалия, как это говорят философы сознания. В то есть, фильм совсем не об этом, и, в общем-то, это, так скажем, второстепенный момент в области и нарратива, и самой логической структуры этого кино. Но персонаж достаточно характерный такой, прям как будто сошедший со страниц книги Люгенберг-Хайка. Вот вам пример философского зомби, который может быть среди нас, может быть в нашей жизни. Понимаете, мы проецируем наши чувства, эмоции на других людей. Нам кажется, что если человек говорит, что он, допустим, любит или переживает, нам кажется, что он испытывает такие же чувства, эмоции, как и мы. Но у нас нет для этого никаких подтверждающих фактов. Более того, может оказаться, что как раз именно мы ущербны, что все чувствуют в 10 раз больше, а мы-то как раз в 10 раз меньше. Наши чувства, эмоции совершенно никак не сопряжены с чувствами и эмоциями других людей. Мы можем воспринимать эти чувства только ситуативно, по их внешним проявлениям. Что чувствует реально другой человек, мы воспринять не можем никак. Методов сравнения нет никаких. И именно это и делает фигуру зомби-пугающей. В том числе и философского зомби. Потому что это то, что мы не можем проверить. Вполне возможно, что нас вообще окружают кругом только эти самые зоны. Что такой мир себе представить а-ля гностическая картина, где даже дебюк слил. Где вот у человека упал гор, упала искра. И она чужда этому миру. А вокруг он видит только глиняные копии. Они похожи на людей? Они не настоящие. Они наделены только земным телом. Но душевного, тем более духовного тела, у них нет. В данном случае отсылаю непосредственно к концепциям гностических храмей, христианской почвей. Так что, в общем-то, фигура зомби даже в таком, казалось бы, вычищенном и не пугающем варианте, на самом деле в себе несет определенный ужас. Ужас того, что мы не сможем выяснить никогда, что правда чувствуют наши близкие люди. Это, в общем-то, для нас невозможно назвать зомби. Другой тип зомби – это карибские или гаитянские зомби. Слово, скорее всего, проистекает от «назамби» – это «душа мертвеца». Обычно этот феномен связывают с сантерией, с пультом Вудру. И, судя по всему, он попал в современную свою локацию – Гаити и Карибские острова – в XVI-XVII веке. Это относительно молодой феномен. Суть по всему, ничего мистического там особенно не было. Речь идет о неких препаратах или просто даже гипнотическом воздействии, когда человек превращался в раба. Либо человеку внушали, что он умер и теперь должен служить своему новому господину, либо даже это является вымыслом, а человека просто заставляли работать на некоего господина этих мест. И, в общем-то, в этом смысле слово «зомби» используется и по сей день, как зомбирование под чинение чужой воде. Впервые эти зомби, гаитианские зомби, в англоязычном дискурсе были описаны Вильямом Сибрухом. Это путешественник, оккультист, достаточно такая примечательная фигура для первой половины XX века. И после выхода книги «Остров магии» Сибруха, в общем-то, зомби начинают свое победоносное шествие по Америке поначалу исключительно в виде гаитянского, карибского зомби. Здесь речи о том, что это мертвые в полном смысле слова люди нет. Это люди, которые попали, ну, может быть, в состояние литургического сна, может быть, им казалось, но чье сознание полностью порабущено другим человеком. В кинематографии такие зомби впервые выходят на экраны в 1932 году. Очень известная кинолента Виктора Гальперина «Белый зомби». Более корректно было бы, наверное, сказать «белая зомби», потому что речь идет о девушке. А «белая» в смысле то, что она не негритяна. Очень такой наивный кинофильм, но имевший колоссальный успех во многом благодаря из-за инновационной рекламы. В Нью-Йорке перед показом этого фильма, над прохожей частью, леса поставлены, по которым ходили, как зомби, актрис. Они были заграммированы под зомби из кинофильма. И они ходили, очень привлекая публику, зевак. В это время из мегафонов транслировалась действительно записанная на Карибских островах музыка. Музыка в этом фильме, уж не знаю, насколько она аутентична для традиции вуду, но, по крайней мере, она из этого места. И, естественно, это не могло не привлечь внимания зевак. На этот фильм ходили хорошо. Кинолента долго считалась утраченной и была обретена уже во второй половине 20-го века. Сейчас она более-менее отреставрирована и вполне это можно посмотреть. Кино уже звуковое. Актеры еще, конечно, не совсем привыкли к звуковому кино. То есть очень много такой зашкаленной, заломанной жестикуляции, как-то не могла смотреть немножко специфично на это кино. Тем более, что какого-то глубинного смысла там точно нет. Но зато фигуры зомби представлены здесь уже во всей своей красе. Это и куча рабов, которые работают на плантациях сахарных тростяков у колтуна вуду. Причем они не чувствуют ничего. И там падают под пресс. Их этот пресс измельчает. И они никакого крик не задают. Но здесь вы как раз видите сцену, где все прошлое правительство города, подчиненное воле этого колтуна, превратилось в зомби. И пытаются напасть на мирного и дружелюбного, не помню уж, американца или британца с револьвером. И он их всех сбросит с паровости. Они все очень плохо кончились. В качестве колтуна здесь выводится культовая фигура для кино этого времени. И это Белла Лугаши, сыгравший почти всех злодеев, вампиров в американском кино этого времени. Здесь как раз акцентируется внимание на том, что он руководит этими зомби именно своей волей. Там делается всегда наезд с крупным планом, его глаза показываются, и он как бы глазами руководит действиями этих самых существенных. Ну, вот пример того, когда невеста в зомби, Мэделин, которую он похищает, в этот момент должна убить своего жениха. Ну, не, это не удастся, жениха спасут. И, что важно, в конце, после того, как колтун будет убит, к Мэделин возвращается полностью ее и жизнь, и сознание. То есть, речь не идет о том, что она правда мертва. Ей подливают какое-то вещество, в розу его наливают, и так как она эту розу выкалывает в петельку, соответственно, она все время рядом с ней, и через какое-то количество времени она теряет сознание, и ей диагностируют, что она умерла. После чего она начинает свою жизнь уже как зомби. Формально здесь соблюдено то, что это живые густрицы, но, реально, в конце фильма мы видим вполне живую обычную девушку, которая полностью вернулась в ее сознание. Она говорит о том, что ей казалось, что она сплавала. Эта линия зомби будет прослеживаться даже во второй половине 20-го года. То есть, не те зомби кровавые, к которым вы привыкли, к которым сейчас, в общем-то, если сказать зомби, мы подразумеваем промеровского зомби, прежде всего. То есть, именно живого мертрица. Но гаитянские зомби встречаются и во второй половине 20-го века. Наверное, одна из лучших кинолент, где мы можем найти такой тип зомби, это уэс Крейван, Змей и Радуга. Любопытно, что фильм, по крайней мере, посленно отсылает к книге-то вполне научной. Точнее, к книге, которая отсылает к научной книге. Такая сложная система отношений, но смысл заключается в том, что изначально действительно в 20-м веке ведутся попытки понять механизм работы зомби и вообще выяснить, существовали ли они правды. И речь идёт не более, чем о мирах. Здесь это всё решено более, чем реалистично, но посредством отсылки, скорее, к галлюцинациям главных персонажей, чем к каким-то мистическим вещам. На феноменальном уровне будет казаться, что мир правда полон демонов, но обладают ли они субстанциональной природой, это, исходя из этого фильма, мы никак сказать не можем. Есть и более, так скажем, академичное кино, где появляется фигура гритянского зона. Это опять будет Ларс фон Триер, его знаменитый сериал «Королевство». Одной из серий этого сериала, неоконченного сериала, и тем не менее выдающейся его работы, есть эпизод, когда один из врачей клиники пытается другого превратить в зомби. Для этого действительно обращается к представителям Буду, чтобы провести правильный ритуал, чтобы подчинить своей воле, так скажем, конкурента. Однако это всё очень далеко от зомби современного типа. От зомби современного типа я подразумеваю страшных таких существ, которые едят человеческую плоть, и которые, если на нас попадёт, так скажем, эта зараза, мы её занесём в кровь или на слизистую, мы тоже превратимся в это существо. То есть оно сопряжено с вирусом. Суть по всему, что такие зомби проистекают от бусо, от японских духов, бусо – это дух мертвеца, который умер с голоду. То есть здесь человек умирает от голода, его дух в более чем телесной форме, осязаемой, нападает на живых и поедает их плоть. А внешне они как раз выглядят как полу-возложившиеся трубы. Внешне они, естественно, современные зомби, позаимствованные отсюда. Однако, феномен воскресения мертвецов, такой зомби-апокалипсис, это, конечно, идея, на самом деле, исключительно католическая. Она зиждется, даже не только католическая, христианская в принципе, она зиждется и укоренена в христианской традиции на идее воскресения мертвых. Если вы обратитесь к ключевому тексту о христианском и книгейском символу, то есть к символу веры, то какие позиции самые сильные? Начало и конец. Начинается он с чего? Верую по единому Богу Отца в себе в жизни. С утверждения того, что есть один Бог, и Он, Творец, небоизимый. Окончается этот текст, в чале воскресения мертвых в жизни будущего вера. Аминь. Все, точка. Последняя позиция. И здесь происходит такой же переворот, какой происходил в случае с душой двоевиком. Если изначально идея воскресения это идея возрождения, спасения нас же, то постепенно, по мере того, как наша культура становится все более и более светской, оказывается, то, что миф отрывается от нас. И мы уже в это воскресенье не попадали. Воскресенье мертвецов состоялось, а мы тут не плечем. Вот, что будет пугать в зомби апокалипсисе. Колоссальный миф, который существовал практически две тысячи лет, отделяется от культуры и начинает угрожать этой культуры. И таких зомби, зомби уже современного типа, в общем-то, можно встретить, наверное, первый раз у Ховарда в голубях ада или голуби преисподней. Вообще, если не читали, советую прочесть, Это один из лучших в истории рассказов ужасов в принципе. Он будет во всех топовых списках. Чтобы у Готом не было этого вообще никогда. Одно из лучших произведений принципа у Говарда и в жанре ужасов тоже. Однако, здесь слово зомби не употребляется. Ховард придумывает нейрологизм с зомби. Эти зомби потом угредут свое самостоятельное бытие, когда в Америке запретят использовать зомби. Все сюжеты комиксов, из них нужно будет изъять вампиров, оба их не зомби. Но, в общем-то, на это издатели комиксов отреагировали на этот запрет очень экстравагантно, они не стали менять ничего. Они просто переименовали персонажей. И так, в зомби начинают переименоваться Зувемби в середине XX века. После того, как запрет был снят, их опять переименовали Зувемби. В чем прелесть этих самых зувемб? На самом деле, у Говарда Зувемби это не зомби. Зувемби это дух, в которого превращается человек, если он выпьет определенное зелье. Он бессмертен, этот дух, ему не нужно ничего, он не страдает ни жаждой, ни голодом, но он радуется, убивая других. И вот, когда он убивает человека, то пока в его живых кровь не остынет у этого человека, он полностью подчинен болезу войны. И вот эти живые мертвецы, которые будут уже с вытянутыми руками ходить и убивать своих близких, они идеально попадают в концепцию современного зомбрия. В рассказе Голуби Ада это единственная фигура, друг главного персонажа, который убивает Зувемби, и он с расколотым черепом и с топором в руке идет, чтобы убить собственного своего друга. Потому что он уже не понимает ничего. Он мертв, и он полностью подчинен боли этого злого демона. Зомби же, как то, что передается убушенному или затронутому зомби, наверное, впервые можно встретить только у Ричарда Мэттисона «Я легенда». Тоже такой очень важный и для научной фантастики роман, и для становления фигуры зомби как таковой. То есть вы видите, что на самом деле фигура зомби это фигура молодая. То есть если фигура оборотня это древнейший образ, который сейчас воссоздается по сути в том же самом виде, в котором он был в древнейших культурах, то фигура зомби это фигура очень новая, молодая и в том виде, в котором мы его знаем. А в кинематографе зомби появится впервые только в 68-м году. Более того, в этом фильме фигура живых мертвецов словом зомби вообще не называется. Ни разу. речь идет именно об оживших мертвецах. Более корректно отсылающих к христианскому апокалипсису. Вообще в становлении фигуры зомби как ключевой фигуры ужасного Джорджа Ромера внес наверное самый значительный вклад. Потому что ну если ночь живых мертвецов это просто создание некой беспрецедентной новой эстетики эстетики которой до этого в хорах никогда не было то следующие его киноленты развивающие эту идею они уже ставят целый ряд серьезных вопросов. Ну например знаменитый рассвет мертвецов по большому счету это совершенно колоссальная пародия на мир как супермаркет по которому движутся там все происходит в супермаркете по которому эти зомби перемещаются в общем-то вполне как обычные люди перемещаются по супермаркету ничего кроме синего цвета их лиц там нету и это сделано еще посредством музыкальной части там Дарьо Ардженто не будучи композитором написал такие цирковую мелодию для этого фильма и в общем-то все эти зомби в очень гротескной форме движутся по этому супермаркету и готовы загрызть но мы не знаем за что они загрызают потому что они голодны или потому что вы очередь вперед полезна понимаете то есть ничего чтобы нарушало общую абсурдность современной нам реальности реальности вероупотребления здесь мы не видим это совершенно колоссальная пародия но людей которые умерли во внешнем они умерли в вещах и в общем-то основная коллизия драматическая этого фильма в том что наступает зомби-апокалипсис а оставшиеся люди не объединяются чтобы сражаться с мертвецами а бьют друг друга в надежде урывать золото зачем оно оно не имеет теперь никакой ценности людей нет продать его некому потому что оно никому не нужно если они за консерву дарались там понятно то что голубь но они из-за денег стреляют и показано то что вот эти мертвяки у них более логичное поведение они хотят есть и они ищут что можно съесть а человек тоже хочет есть но ищет какую-то ерунду которая ему теперь совершенно не нужна он ее никак не сможет применить он зомби он зомбирован предшествующими паттерами культуры он привык что золото это хорошо и он на него сможет что-то приобрести и он во что бы то ни стало рискуя своей жизнью отстаивает это золото потому что оно больше не значит ничего фигуры человека и зомби переворачиваются меняются места в этом же направлении идет его третья кинолента о зомби день мертвецов в котором ставится вообще достаточно жестко вопрос а кого мы имеем право считать претендующих на жизнь кто имеет право жить имеем ли мы право просто отстреливать этих мертвецов оказывается что эти мертвецы поддаются обучению и более того один из этих мертвецов который вы видите здесь в кадре на этом стоп-кадре как раз когда его учителя убьют он пойдет мстить его убьют люди люди убьют людей люди будут убивать людей просто для того чтобы подтвердить свой статус показать то что именно они являются хозяевами ситуации не ради еды не ради денег просто так мертвецы убивают людей потому что хотят есть а люди убивают людей просто и в общем-то все это завершится в последней части тетралогии если не считать последние два фильма относящиеся к этой тетралогии обычно считают тетралогию отдельно вот в земле мертвых самым новым и самым дорогым из романгерских фильмов мы видим противостояние армии зомби которая более-менее осмысленно они вполне организуются у них есть свой лидер который что-то понимает даже который заботится о нем и с другой стороны группу людей которые представляют себе самые худшие черты капиталистического общества в этом паре противоположностей мы видим исключительно классовый раскол это кино демонстрирует классовый раскол для людей у которых есть деньги те кто там внизу это мертвец они просто пытаются чтобы они как как можно дальше вылить поставить заграждение решетку если можно из них какую-то пользу извлечь то надо извлечь а если нельзя то лучше пересочтаться и здесь как раз показана исключительно социально-критическая проблематика так что Ромеро сумел продемонстрировать на фигуре зомби совершенно разные темы при том что он конечно обращается к фигуре зомби не случайно потому что что есть для нас другой как мертвец это очень многое говорит человек которого мы исключаем из своего мира человек которого чьи интересы мы в принципе не хотим рассматривать показывает совершенно варварскую эгоистическую картину мира которая типична в среде статистического современного зомби еще один подход к зомби который предпринимается в кинематографе и он предпринимается другим видным кинорежиссером Жаном Ролемом очень специфическая фигура даже не могу сказать это великий или бездарный режиссер но очень самобытный он прославился в 68 году когда на майские восстания в Париже из нового шел только его фильм изнасилования вампира на который сходил весь Париж ибо сходить больше не на что было на него сходил даже Дегуль отреагировал на то что сказал что его слил какой-то извращенец наркоман но в общем-то впечатление такое от фильма есть но речь по идее не об изнасиловании вампира а о киноренте которое называется гроздья смерти здесь представлены зомби не в качестве мертвых это люди которые чья воля не то что становится чужой волей они становятся дико агрессивны и хотят расчленять и убивать других но они живы и более того некоторые из них обезображены вирусом а некоторые не обезображены абсолютно понятно что ставка на самом деле исключительно коммерческая я не думаю что это была изначальная концепция что одни мутируют а другие нет просто здесь он вводит бриджит лаэр в качестве главного персонажа от армии зомби а это порно-актриса если он хочет ее показать обнаженной то ему нужно чтобы она была не забезобежна но иначе иначе в общем-то весь эффект устой и здесь как раз она возглавляет армию зомби будучи абсолютно живой соображающий но желающий уничтожать других людей и как показывает эта кинолента все это происходит от того что люди пили вино вино в которое попал новый канцероген который использовали для борьбы с насекомыми здесь речь уже идет о неком химическом или даже вирусном воздействии на человека однако почему все эти киноленты так или иначе могут нас пугать на что вообще рассчитана фигура зомби так же как мы это анализировали с фигурами двойника или оба ритма ну начнем с простых вещей если с точки зрения физики невозможно создать вечный двигатель то с точки зрения био физики совершенно неоднозначно нельзя ответить однозначно на вопрос что все рожденное обязательно умрет законов которые бы отвечали за это не существуют они не открыты есть целый ряд видов существ которые не умирают в своей смерти умирают некоторые актинии и гидры которые демонстрируют пренебрежимое старение то есть выявить в них процессы старения невозможно есть и некоторые рыбы которые вообще не могут умереть от старости они постоянно растут и после того как они перерастают в свою среду они умирают сглубок но если ее кормить постоянно она будет постоянно расти она не умрет она умрет тогда когда она перерастет в нашу планету и умрет все равно сглубок рано или поздно она конечно умрет но процессы старения в ней не запускаются такими феноменами у нас такой ученый Зюганов занимался к лидеру компакте не имеет ни малейшего отношения соответственно обратившись к его статьям можно это прочитать принержимое старение что это такое есть еще более интересная теория теория единой или одноразовой суммы теория предполагающие то что наш организм постоянно выбирает мы будем сохранять наше тело или растрачивать его ресурсы если мы к этой концепции которая как раз была создана для объяснения процессов старения и смерти добавим открытие недавней Джакома Рецалати о зеркальных нейронах то мы сможем выстроить достаточно хитрую такую идею которая сможет нам объяснить почему мы боимся зомби дело в том что Джакома Рецалати открыватель зеркальных нейронов показывает что всякое действие другого человека прорабатывается нашим же мозгом как такое же действие но не актуальное а потенциальное то есть если я сейчас поднимаю руку вы на это смотрите у вас все те же самые механизмы которые отвечают за поднятие этой же самой руки тоже работают но не спускается лишь спусковой ключ вы сами начинаете ее вынимать но все остальные механизмы работают таким же образом именно за счет этого и происходит во-первых контекстное включение передача всей базовой информации по выживанию и в том числе процесса научения в общем-то джагом рецалати никто пока не опроверг это не гипотеза это абсолютно достоверные факты которые исследования проводились очень долго и на массе предметов так что с этим не поспоришь никак и приняв во внимание это и с другой стороны теорию того что человеческий организм может гипотетически прожить намного дольше а люди начиная с 90 лет выказывают пренебрежительное старение то есть начиная с 90 лет у вас не идет так же отчет на то что каждый последующий день вы все ближе и ближе к смерти нет вы попадаете в некую выровненную ситуацию вы можете умереть через год а можете через близкие до этого ваша так скажем возможность прожить дольше каждый год сокращалось а умереть каждый раз увеличилось начиная с 90 лет это устатанавливается выравнивается и многие ученые предполагают что по крайней мере до 130 и 150 человеческую жизнь можно было бы в легкую продлить если понять почему в человеке запускаются механизмы старения если до начала 20 века продолжительная жизнь человека была очень маленькая основной изо всяких вирусных заболеваний когда появляется медицина современного типа продолжительная жизнь человека резко увеличивается но не настолько насколько ученые планировали должно больше увеличиться что сдерживает эту продолжительную жизнь почему люди сейчас умирают от старости даже 60-70 лет хотя в общем-то должны спокойно нас пожить и здесь и можно предположить феномен зомби смотрите когда вы видите человека которому там 60 и вы видите как он выглядит в эти 60 работают зеркальные нейроны они отпечатывают в вашей памяти как выглядит человек 60 лет когда вы приближаетесь к этому возрасту ваш организм постоянно решает экономить ресурс тела или тратить он естественно начинает тратить если вы выглядите лучше чем среднестатистический образ который вы имеете в голове 60-летнего человека потому что он знает что вам не нужно прожить значительно дольше в этом обществе в этом контексте это не имеет никаких плюсов он начинает расточать возможности вашего тела и вы начинаете быстро стареть чтобы к 60-ти годам вы начинали выглядеть примерно так же как тот образ который у вас формировал то есть получается те кто умирают в 60-ти 70-ти лет они в прямом смысле слова кусают тех кто остается в живых и те тоже превращаются в зону то есть умрут в 60-ти или 70-ти тем самым передавая эту заразу последующему поколению чем в большей степени вы видите людей хорошо выглядящих в преклонном возрасте тем с определенной долей вероятности вы вносите определенный маленький вклад в увеличение этой самой продолжительности жизни это не более чем гипотеза но по крайней мере она способна объяснить почему именно в 20-м веке появляется фигура ходячего мертвеца кусающего нас и тем самым превращающего в мертвеца с другой стороны она показывает и вполне реалистично наш страх перед старостью наш страх который то есть наш организм прорабатывает эти механизмы когда мы видим человека соответствующего возраста мы все проецируем на себя да можно пойти по пути Ромеро и говорить о том что зомби это фигура отверженного это фигура человека которого не принимают в расчет мы исходим из своей точки зрения и мы себя за зомби никогда не считаем зомби это все другие им не надо а мне надо но можно взглянуть на ситуацию чуть грубже и тогда окажется что в общем-то фигура зомби появляется не случайно в 20-м веке когда разница между возможностями медицины по продлению человеческой жизни и в общем-то сроком человеческой жизни разрывается до начала 20-го века там детская смертность колоссальная посмотреть сколько детей умерло у физиолога Павлова вы же можете себе представить какую он мог предоставить им медицинскую помощь сейчас это фактически сведено нулю медицина работает отлично но человеческие существа живут относительно мало в общем-то 130 это не особо достоверные факты и они единичны почему все не живут в 130 особенно те у кого есть для этого материальные средства их кусают эти самые зомби те люди которые для них были отверженными которые попали не в тот класс у которых нет возможности обеспечить себя и которые стареют уже к 40-50 к 60 умерло видя все это у нас запускается родственные механизмы ибо контекст на нас влияет очень и очень даже и есть еще один феномен его иногда путают с зомби хотя он отличен от зомби это феномен Вендига и он тоже имеет вполне логичные корреляты с нашей культурой также рекомендую вам обратиться к классическому описанию Вендига это рассказ или повесть Элджернана Блэкфуда прекрасная повесть начала 20-го века но там описывается ситуация суть по всему конца 19-го что такое Вендига Вендига это такой дух леса он скорее всего раньше был человеком но постепенно превращается в животное и начинает есть плод человека то есть он каннибал есть даже синдром Вендига или психоз Вендига вполне как бы корректный термин из области психоаналитических дисциплин который описывает человека которому он боится превратиться в каннибалах ему везде мерещится что он становится существом которое ест плод другого человека с чем можно сопоставить Вендиг дело в том что древние люди когда в них появляется сознание судя по всему сознание появляется в них не раз и с этого момента уже не выключалось а некими наплывами то есть человек проснувшись после глубокого сна мог проснуться без сознания или проснуться с иным сознанием ибо сознание состоит не только из нашего я но на предсознательном уровне но держится еще на колоссальном количестве альтернативных структур которые могут заменить наше я и естественно все эти ранние люди пытаются изо всех сил зафиксировать свое человеческое происхождение зафиксировать в буквальном смысле слова татуирование чтобы он всегда мог увидеть напоминание к какому обществу он принадлежит поэтому человек судя по всему появился вместе со знаком с насечкой с насечкой на себе самому но когда эта память отступала когда человек например уходил на долгого леса на охоту ничего рядом напоминающего человеческого не было а животным было и человек растворялся в этом тексте он терял человеческий облик он превращался в животное и действительно мог по памяти которая у него сохранилась вернуться в деревню и начать есть тех кто там были это человек который превращался в каннибал повесть Буэклуда решена достаточно корректно несмотря на то что там есть некие неопровержимые доказательства бытия мистического тем не менее опять же их можно списать на дуратив и тогда мы получим вполне реальную картину индейца который попав в открытые просторы леса через которые можно месяцами идти и так и не дойти до человеческого жилища теряя человеческий облик потом европейцы остаются людьми а тот кто ближе к природе тот кто в ней не вырос теряет свой облик потом правда его обретает но уже не обретает полностью разум и здоровье то есть он растворяется в этих духах лесов потому что естественно вполне закономерно что контекст нас влияет очень сильно можно вспомнить какой-нибудь поланский жилец если смотрели и аналогичные киноленты которые я вам приводил по двойнику когда фактически контекст и устремленные на нас взоры полностью преображали нашим людьми здесь речь идет естественно не о преображении человеческом когда там из мошенника появился генерал Долларова эргерселина а когда из-за человека появляется живот и это уже не обороти понимаете здесь речь идет не о страхе к себе некого темного начала а о полной утрате сознания и обороти это все-таки наполовину человек наполовину зверь он может не знать о своем животном существовании или успешно им пользоваться этим своим животным состоянием здесь речь идет об утрате человеком человеческого сознания о полном погружении в психотическое состояние когда тело остается а разума уже нет и это тело вполне эффективно может функционировать и без разума и чаще всего с Вендика соотносят именно практику каннибализма то есть нападение и приедание человеческих существ и я вам обещал в завершении нашего курса дать пару книг по кинематографу ужаса на мой взгляд наиболее легко читаем это классическая книга Стивена Кинга «Пляска смерти» это цикл лекций как раз по эстетике ужасного а другая книга это нашего отечественного автора Дмитрия Ком «Формулы страха» недавно совсем вышла эта книжка там тоже достаточно интересно описывается история хоррора в кинематографе но правда акцент делается в основном на достаточно старых кинолентах из нового кино там если что-то и называется то по пальцам можно перечесть это и в общем-то несмотря то что автор относительно молодой отношение к современному кинематографу ужаса у него такое очень спорное скорее даже отрицательное я бы сказал мне это не совсем понятно потому что я как раз не вижу какой-то утраты понимаете ужас это то что как раз нас не покинет никогда это то чего не надо вы то что от чего мы с удовольствием отказались но сделать мы этого не можем никак поэтому навряд ли кинофильмы ужасов могут прямо стать плохими вас понятно что чем оно ближе к нам тем в большей степени мы стараемся с массовым продуктом не отфильтрованным еще и естественно попав на большое количество неудачных кинолет можем сделать заключение что они в общем-то все плохие но если вы посмотрите кучу неудачных кинолем 60-х вы фильмы 60-х тоже не сможете больше смотреть мне показалось из-за относительно недавно выпущенных фильмов Oculus весьма достойным он тоже оставляет целый простор действий для интерпретации самой по себе ситуации в том числе и более чем реалистичной и в этом смысле он и вызывает ту самую тревогу когда мы не можем все-таки однозначно сказать мы колеблемся даже когда уже приняли точно допустим мистическую версию интерпретации и все равно мы колеблемся а это могло быть и реалистично и именно именно такие киноленты заставляют фигуру ужасного работать а они должны отсылать к чему-то чего мы боимся на самом деле то есть к нашему реальному страху они не вызывают страх они отсылают к тому страху который и так есть б они должны оставлять двойственность прочтения даже если они нам демонстрируют ужас во всей своей полноте там должна оставаться все-таки некая тайна которая будет виблировать фруктуировать и наконец как вы поняли все эти фигуры в очень многом связаны с постепенным выходом нашей фигуры на светское начало на светское русло это не значит что курс на светское нужно сменить и обратиться к мифу но это значит что мы находимся сейчас на такой стадии культуры когда миф уже отброшен но его место еще ничем не занято изъяет дыра которая и фруктурирует мы ее пытаемся постоянно эту дыру заткнуть старым методом методом мифологизации и тогда и проявляются фигуры ужасных и и как так Продолжение следует... Продолжение следует...